Привет, друзья! Я Григорий Герман. В преддверии переговоров, о которых говорят все, которые должны, по идее, начаться осенью, не стоит ли нам рассмотреть с вами, а какие на данный момент переговорные позиции у основных акторов? То есть у России, страны-агрессоры, у Украины, которая защищается от агрессии, у Соединенных Штатов и Европейского Союза, и у Китая как представителя некоего глобального юга. Мы будем говорить не о фронте, потому что говорить мы будем с Тарасом Загородня. Оставайтесь, будет интересно. Хочу с вами сейчас, практически в середине года, уже даже перевалили через середину, и в особенности после большого количества разговоров, продолжающихся разговоров о том, что осенью будут какие-то переговоры, и нам необходимо, там позиция, там позиция. А у западных партнеров такая позиция, у Китая такая позиция, обсудить, собственно говоря, позиции, да, и позиции основных сторон. И есть мнение, начнем, пожалуй, с российской позиции, есть мнение, что Запад, ну, на самом деле, сейчас во многом, в течение последнего времени, года, практически спасает Путина от полного краха на фронте, да, но при этом продолжает, там, как-то поддавливать экономику, медленно, но уверенно, да, варит лягушку по-медленному и так далее. И Зеленский, по-моему, да, заявил недавно, что Западу необходимо перестать бояться последствий ухода Путина от власти. А что вы думаете по этому поводу? Ну, то, что ресурсов дается недостаточно, это, понятно, было уже давно, дается на сдерживание, но не для нанесения удара. Посмотрите, сколько мы этих F-16 уже ждем, ну, уже просто неприлично. А вот, кстати, Помпео, когда вот выступил со своей статьей, он же показал, что ресурсов-то очень много. Он сказал, что давайте ленд-рис на 500 миллиардов, снять все ограничения, удары, которые вот нужно и так далее. И что седленности этих красных линий не существует. Ну, и Украина-то продавила все эти красные линии, когда не слушала все эти сказки США о том, что не нужно бить по НПЗ. Ну, говорят, злые языки говорят, что лично Камала Харрис рассказывал Озеленскому, что не нужно бить по НПЗ. И тут Зеленский понял, что пошла карта, да. Вот, и продолжили удары, и смотрите, уже по энергетике бьют. И мы уже, знаете, как-то уже привыкли по поводу того, что там просто каждое утро просыпаешься, то какая-то энергетическая подстанция вылетает, то вот эти СБУшные дроны прилетают по НПЗ уже, по второму кругу, с железными дорогами не все хорошо, засекречена статистика производства НПЗ, выбивается энергетика, что там уже атомные станции начинают замыкаться в себе, включаются аварийные, аварийные эти защиты и так далее. В Краснодарском крае начинается проблема с электричеством, это же ключевой для экономический хаб для Украины, вот для России точнее, а для Украины его уничтожить. И поэтому в этой связи как бы понятно, что начинаются все эти разговоры. Ну а по поводу вот этих тех позиций, которые вы говорили, тут вопрос, а какая позиция России? А позиция России такая, что ее невозможно исполнить вообще, даже если бы западные страны сильно захотели. То есть вот этот саммит мира, который прошел, который он часто критикует, он же главное сделал, он скрыл, что Путин не договоренно способен. Вот когда он накануне выступил с этим абсолютно идиотическими заявлениями, что Украина для начала, для начала фактически переговора должна покинуть 4 области и так далее, ну все поняли, что Путин истерически блюфует. Это раз. Второе, что же Путин требует? Он фактически требует, чтобы США приехали и Китай, подписали с ним соглашение об аннексии украинских территорий. Вот. И Путин до себя тоже загоняет в ловушку, но он объявил, например, что для него Зеленский нелегитимный. Ну хорошо, а с кем тогда ты что-то подписывать вообще собираешься, теоретически? Поэтому он и хочет США вот привлечь, чтобы они это подписали, чтобы потом украинцы несли ответственность перед США. Ну абсолютно вот такая вот идиотическая система, но при этом как бы Украина наращивает удары по территории России. Ну смотрите, в Оленью прилетело. Где Оленья, где Украина. И подтверждение того, что точно прилетело, это уже такие реакции Финляндии, которые говорят, что они тут ни при чем, да, и тут начинается, они тоже начинают про какие-то мирные переговоры говорить и так далее. Ну я считаю, что на И-плюс продавлена еще одна вещь. Продавлена вот на этом саммите НАТО, который прошел, там же что основное было? Китай фактически объявили союзникам России, то, что он поддерживает войну. Это вызвало дикую истерику Китая, лично Китая. Ну и его сателлита Ким Чен Ына, потому что Ким Чен Ын часто говорит то, что Китай официально не может сказать. Вы почитаете эти истерики, которые они катали, потому что и там и по поводу НАТО, то, что не суетесь в Азию. И китайцы понимают, что тут как-то так дело совсем запахло жареным, потому что это фактически начало новой холодной войны. То есть и там, значит, последуют и санкции, и все такое, если оно еще... Военный блок признал, что они такие. То есть китайцы... Не то, чтобы китайцы не прогнозируют столкновения с западом, я уверен, что оно все равно будет. Слишком рано, они еще к этому не готовы. И поэтому одна из причин, почему Кули обупустили в Китай. Я уверен, что давно хотели выйти на какие-то переговорные позиции. Но китайцы сразу стали прислушиваться к украинцам. Ну, это хорошо, я считаю, что еще совсем будут прислушиваться, когда дроны начнут долетать уже до силы Сибири, рядом там где-то, чтобы, знаете, мысли китайских товарищей двигались в правильном направлении. Как начали двигаться в правильном направлении, когда начали мочить НПЗ. Ну, вот, видите, там же главная проблема в том, что они боялись, американцы, что по нефтепроводу же будет прилетать, к которому они качают нефть. Ну, Украина тут тоже, как бы, я считаю, что уже фактически взяла за горло тоже США вопросами. Ну, мы гарантируем, что ничего не случится, если будет помощь. Если не будет помощь, мы ничего там не гарантируем. А с другой стороны, вроде не трогаем нефтепровод, но выбиваем энергетику. Нет электричества, нет прокачки нефти. Ну, мы же про энергии не договаривались, не договаривались там, да. Ну, давайте с другого момента начнем. Поэтому вот так вот, добрым словом, пистолетом все это реализовывается и должно наращиваться. Ну, и продавливать, конечно, удары по территории России. Ну, посмотрим, насколько это будет адекватно, потому что я уверен, что вот до конца ноября, пока не пройдут выборы в Соединенных Штатах, в Америке вообще ничего не понятно, как оно будет, и, скорее всего, ничего не поменяется. Ну, многие говорят, на самом деле, что сейчас, наоборот, Байден, как бы, сняв с себя груз предвыборной кампании, может позволить себе войти в историю... Это выдавание желаемого за действительное, потому что, ну, с Элливан Бёрст никуда не делись, который является русским лобби. Они, в действительности, спасают Россию для того, чтобы ничего там не произошло. Тут, кстати, за эти полгода еще обозначились разницы в позициях Европы, США и Китая. Например, в том же саммите мира Шольд заявил, что заморозка – это не окончание войны, это фигня. Дальше, Фондерляйн заявил, что весь мир должен содействовать восстановлению территориальной целостности Украины. А это главный вопрос, потому что ни США, ни Китай об этом явно не говорят. Почему? Тут, потому что европейцы понимают, что это кровавая рана, которую хотят оставить Китайцы, в первую очередь, на территории Украины – это возможность влиять на Европу. Но как они это называют? Обеспечить гарантии безопасности Европы. Вас тут просили вообще обеспечивать гарантии безопасности Европы? Нет. Но вот они хотят продавать свои миротворческие усилия. То же самое касается США, которые пытаются таким образом тоже подвесить на крючок весь европейский континент. И поэтому в этом отношении, конечно же, сложности. Есть, но, как бы, опять же, все зависит от Украины. В Украине то, что мы постоянно с вами обсуждали, вот украинцы, знаете, сидят сейчас, смотрят, кто там выигрывает, Камала Харрис, там, Драмп. Чем вы занимаетесь, да? Кто-то агитирует, кто-то там Трампа даже фашистом додумался. Ребята, мы не должны втягиваться в предвыборные гонки США. Нам это неинтересно. Не лучше сконцентрируйтесь на том, опять же, производстве вооружения. Это главное, что должно быть. Оружие, оружие, ВПК – это наш козырь, который можно, в том числе, интегрироваться на Запад. А для этого должны быть сделаны конкретные вещи. Вот сейчас снова я читаю. Бюджета не хватает 500 миллиардов и так далее. Так в чем проблема? Слушайте, разрешите американского, точнее, украинского ВПК-экспорт-экспорт-продукции. Они валюту будут завозить, и налоги будут платить больше, и армия будет с оружием. Потому что многие, когда я вот так говорю, многие, кстати, тоже ваши коллеги, в такой смысловой ловушке пребывают, говорят, что мы же останемся без оружия. Ребята, объясняю вам, когда завода нет заказов, он стоит, оружия и так нет. Вот его просто не существует, потому что чтобы произвести оружие. Закупить материалы, обучить персонал, обеспечить серийное производство и так далее. А когда оно все на потоке, то можно же договориться с экспортерами. Ты там четыре дрона экспортируешь, а пятая даешь, например, украинской армии. За условную гривну, например. Потому что за границу тоже по любой цене можешь продавать. Комплектующие, да. Вот и так можно договариваться, либо там за ценными бумагами с ними расплатиться и так далее. И армия будет с оружием и так далее. Дальше обеспечить страхование рисков военных. Прилетает ракета, сразу компенсировали. Это тоже можно сделать. Дальше недавно читал интервью. Это вот украинская бронетехника, директор, тоже говорил. Ну, обеспечьте секретность предприятия ВПК. Иностранцы не заходят, потому что нет возможности обеспечивать секретность. Его можно видеть. Либо купи базу налоговой, либо базу таможни. Либо просто по графику проверить налоговую. Это все можно. А вот Зеленский тоже говорил, что больше САУ производится в месяц, чем все европейские компании. Но это еще не предел. Это частная компания, украинская бронетехника, о которой он говорит. Зеленский, она может это делать. Поэтому есть ресурсы, увеличивайте и оружие, оружие, еще раз оружие. Вы должны понимать, нас тоже, знаете, говорят, ну вот, если будем бить, это что же, а вдруг американцы не дадут нам оружие дальше и так далее. Ребята, запомните раз и навсегда, как построен этот мир. Драчунов с кулаками, которые способны в меру буйных, всегда финансируют, потому что они перспективны. Тем более, если вы можете решать эти вопросы. Независимо от всего. Тем более, что есть, опять же, как я вам сказал, точка, рычаг давления. Нефтепровод. Да, да. Это ваша проблема, это и ваша проблема, если нефтепровод будет неустойчив. У нас, насколько я понимаю, сейчас в Венгрии такая тестовая игра, да, вот по поводу нефтепровода и по поводу того, насколько мы можем. С Венгрией немного другая история, но тоже правильное создание рычаг давления. Да, да. Я уверен, что весь сыр-бор вокруг того, что в партийную кассу Фидеса, это партия Орбана, его личную, и в партийную кассу Фидеса прекратили поступать деньги. Да, да. Потому что нефта идет. А я уверен, что это просто оплата за услуги. И поэтому вот такой вот кипиш стоит. Орбан же мог всем рассказывать, что у него самые низкие цены на нефть в Европе. Да, да, да. А теперь Украина взяла за хорошее причинное место и задает первый риторический украинский вопрос, и шоу. Они начинают пугать, они начинают пугать тем, что они прекратят поставки этого электричества. Дизель. Так подождите, вы же это не бесплатно делаете. Вы же это продаете, вы на этом деньги зарабатываете. Ица начинает пугать, что мы не будем поставлять дизель. Ну, хорошо, так мы другие будем покупать, что проблема. Ты такой, ты что же нам продаешь? Да. А Фидеса будешь выделываться. Мы еще официально объявим, что из-за позиции правительства Фидеса мы прекратим покупать оружие, например, либо переносить производство со Словакии. А потом возьмем подкорный, будем смотреть, что Словакия оппозиция будет делать Фидеса. Поэтому тоже, знаете, у нас часто до сих пор такое какое-то отношение к нашим этим, какие что-то там кто-то гафнет, и мы начинаем все бегать на цирлах. Нет, вот разговор, во-первых, Орбан и Фидеса абсолютно хамские в отношении Украины себя ведут. Вопрос, нам нужны такие премьеры? Нет, нам не нужны такие премьеры. Значит, мы будем проводить другие методы. А кто сказал, что в нефтепроводе дружба нельзя найти такие дефекты, которые невозможно исправить, например, где-то полгода, а может год. В стране вообще неспокойная ситуация, они должны это понимать. Цена на прокачку, я думаю, давно уже не просматривался, не пересматривался. Я думаю, что раза в два можно поднять будет. Есть ОТП-банк, который работает в Украине. Зачем нам еще один банк, который работает в том числе в России? Ну, вот так вот с ними разговаривают. Потому что эти ребята по-другому не понимают. Эти ребята понимают только так, как с ними разговаривают. И знаете, а то, что они блефуют, это понятно. Смотрите, сначала Фидеса выносил мозг Шмыгалю по поводу того, что давайте это. Теперь он перешел на посла. Но это же понятно, что уже вчера выносил мозг, уже послал. Но это же понятно, что послали в Киеве, теперь хотя бы кто тут более зависим, кто тут рядом, можно там повысказывать свои феи, попугать голой одним местом ежа называется. Ребята, вы не уникальны. Вы не уникальны. Нефть, газ можно купить. Ну, например, у Румынии они добывают свою нефть. Ну, господи, 10% рынка компенсировать другими поставками, это вообще не проблема. Ну, вы же тоже теряете деньги там, да. И поэтому вот так с этими ребятами надо разговаривать. Тем более, видите, мы как раз попали в хороший тренд, что они же бросились рассказывать сказки о том, что Украина нарушает какие-то эти, они скажут, а в чем проблема, вам-то нефть они не перебили, у вас в Бенгарии идите, покупайте в Хорватии по нефтепроводам. А-а-а, подождите, а касса как будет пополняться? И видите, тут же Орбан начал на поляков наезжать, и все это как-то как раз упали в злобно. И идет деловое избиение просто этих, ну, ребят, которые реально в неадеквате там, да. И всех нужно воспитывать, что по-хански с нашей страной вообще разговаривать нельзя. Если мы вернемся к России, нефтепроводы, если уже затронули эту тему, есть мнение о том, что сейчас Россия сильнее всего. Да, и военная экономика, и цены на нефть удовлетворительные, и все брошенные, все силы брошены на то, чтобы перед мирными переговорами захватить как можно больше территорий. Тут, правда, выступает Набиуллина со словами о том, что все далеко не так колбасно и шоколадно. Вот, но есть еще один вопрос. То есть, действительно, они рассматривают территории как переговорный аргумент, как то, что потом можно будет отдать в процессе переговоров? Нет, смотрите. Когда Путин вышел и попалил всю контору, если бы это Лавров вышел и Рябков, то можно было им иметь какой-то маневр. А когда он вышел и сказал, что давайте нам, это проводите демилитаризацию там и все остальное, это вообще условия, которые никогда в жизни не будут приняты. Все, они, они, то есть война будет продолжать. Нет, смотрите, давайте снова вернемся. Пока Путин при власти, война будет продолжаться. Это только, только там не состояние экономики, не все это, это не имеет никакого значения. Они будут переть, переть, потому что это война Путина. Вот, и поэтому только перенести войну на территорию России, что тоже не нравится, кстати, вот американцам, которые хотели бы, чтобы война была только на территории Украины. Вот тут вон украинцев убивали, там города разрушали, так все хорошо, да. А Украине это неинтересно, вот поэтому дроны уже там до Башкирии долетают и всего остального. Вот, мы должны на этом смотреть. И поэтому, ну, может ли Украина создать экономический хаус в России? Может. Вот удары по энергетике. Ну, смотрите, что такое Краснодарский край? Это очень важный экономический узел России. Экспорт, экспортная, импортная операция. Это фактически единственные незамерзающие порты вообще во всей России с хорошей логистикой. Ну, то есть, смотри, ты выходишь, например, из Черного моря, попадаешь в Средиземное. Поворачиваешь на Суэцкий канал, и ты уже в Индийском океане. Даже порты Балтики, да, там поставляется нефть, например, тоже с Индией, но это же какой крюк нужно делать на Индию, например, и это. И поэтому, конечно же, поэтому сконцентрироваться на этом, выбить мощнейший узел, выбить мощнейший вот этот экономический узел. И дальше еще посмотрим, что будет происходить. Я думаю, не зря там Путин начал рассказывать о том, что на Алтайском крае проблемы с электричеством, потому что эти какие-то майнеры там что-то делают. Это как раз показатель того, что долбать-долбать, вопрос не в экономике, вопрос в дезорганизации экономики. И это, скорее всего, осенью начнет вылазить, потому что Россия все-таки северная страна, и потребление будет расти. Смотри, что там же уже проблемы были, например, с ростовской атомной. А Украина сделала то же самое, что россияне сделали нам. Начали выбивать эти подстанции, для того, чтобы дезорганизовать нашу энергетику. Но проблема в том, что Украина-то более урбанизированная страна и более населенная, и у нас более продвинута атомная энергия. Нас можно там перекинуть на другие, а там же страна не так населена. То есть туда один идет, например, условно говоря, кабель, куда-то там в Сибирь, его перебить, и начинаются вопросы. И включается аварийная защита на реакторах. Поэтому вот так вот только надо себя вести. Вот это переговорная позиция. Россияне, смотри, россияне с одного места, куда они не приходили, никогда в жизни не уходили. В Приднестровье сидели, с Карабаха их выбили, сидели дальше, если бы азербайджанцы вместе с Турцией не выбили. В Южной Осетии сидят и так далее. Поэтому я тут бы не рассчитывал на торговлю территориями. И опять же, это все сказал Путин. Все. Он сказал, это должно быть уже зафиксировано. Все, это уже, да. Это же тебе не Запад, который там торгуется, разные позиции и так далее. В их культуре понимание того, что сказал царь, это должно быть сделано. И все. Тем более, что они записали это все в Конституцию. А те, в Соединенные Штаты, там полный абсолютный хаос. Прекрасные вообще две статьи Джонсона и Помпео. Жалко, что Помпео не баллотируется в президенты и не лидируется в предвыборной гонке. Что по Штатам на данный момент? Насколько я понимаю, трамповские вот сейчас разговоры, они выглядят как ультиматумы. Ультиматум России и ультиматум Украине. Ультиматум Украине садитесь за переговорный стол. Ультиматум России тоже садитесь за переговорный стол. А не то, Украина получит все, что не получала до сих пор. Да, но Трамп сказал, что это неприемлемые условия выдвинутой России. Но она неприемлема ни для всех, ни для кого. Только проблема в том, что если Трамп приедет, Трамп всегда будет встречаться с Путиным, если он выигрывает, то он же будет ему рассказывать, что нужно делать. А если ты не будешь делать то, что нужно, прилетят ракеты, например, в Беларусь. Либо по Украине, по российским объектам. Это что-то уже такие люди. Сначала стреляют, а потом смотришь, что произошло. Понятно, что... Ну, касаемо Камалы, ну, к сожалению, у меня худшее предчувствие в отношении Байдена, сразу говорю. Почему? Потому что идет очень резкое поливение демократической партии. Там вообще какой-то смесь троскизма, какого-то коммунизма и все такое. И Байден еще на ифоне может казаться ястребом. Потому что все-таки человек прошел холодную войну. знает, где хорошо, где плохо. И он какой-то центрист был в этом отношении. Поэтому я, опять же, говорю, тут только на себя, оборонка, производство, все. Вот только туда. Ресурсы только туда вкладывать, позволять экспорт. Оружие для того, чтобы заводились ресурсы, и так далее, и так далее, и так далее. А Китай. Может действительно ли Китай, который тоже находится в очень непростой позиции, каким-то образом привести к тому, что Россия изменит свою позицию? Ну, если у Китая инструмент... Я считаю, что это преувеличение, что Китай имеет большое влияние на Россию. Слушай, я уверен, что они даже на этот, на КНДР особо не полностью влияют. Это при зависимости КНДР такое от Китая. А тут ядерное государство со своей позицией, которое там может еще подножку где-то подставить. Там, когда он приезжал в КНДР, приезжал во Вьетнам, во Вьетнам, с которым китайцы еще, извини меня, всего-то 40 лет назад воевали. Да, да, да. И поэтому в данном случае, конечно же, нет. Единственное, что давление только санкциями, когда они прекратят им поставлять то, что для поддержки войны. А они пока этого не делают и вряд ли сделают. Китай и Индия никогда не перестанут покупать российскую нефть, потому что во многом на этом держится, ну, в Индии так точно держится очень и очень многое. Или все-таки возможно. Ну, давай так. Там они хитровато же покупают. Они же хитровато покупают. Они же и платят не долларов. В рупии платят. Они же говорят, если ты хотел... Мы же перешли на национальные валюты. Перешли на национальные валюты. Вот. Нефть мы получили. Но с рупиями есть нюанс. Центральный банк Китая также не разрешил прямые торги рубль-рупия на московской бирже. И сейчас тем более. И там начинаются потом индийские нюансы. Говорит, знаете, конвертировать невозможно, но вы всегда можете вложить в индийскую... Да, да, да. ...недвижимость и все остальное. То есть, по сути, это... Ну, как тебе сказать, покупают. Ну, это называется грабить. Тем более, что мы цены не знаем, потому что они тоже не идиоты. Видят, что россияне потеряли премиальный рынок Европы, и поэтому они тоже там... Что китайцы, уверен, выкручивают руки, что индусы выкручивают руки. Подожди. Сечин приводил цифры, причем он гордился этим, что они сэкономили Китаю порядка 15 миллиардов долларов на цене на энергоресурсы. Ну, да, да. То есть, это те деньги, которые недополучила Российская Федерация, и которые сэкономил Китай именно благодаря своей... Если в одном месте появляется, то значит, с какого-то места оно исчезло. Это правда. Означает ли, что когда-нибудь для России китайская сказка, вот эта вот, которая на самом деле и сказкой-то не была, она еще закончится? То есть, отношения Китая и России станут еще более прагматичными, чем сейчас? Ну, посмотрим, нужно ли это Китаю, потому что я считаю, что Китай только санкции загонит, и вероятность обвала их экономики. А это, кстати, возможно, только при Трампе, потому что Трамп будет точно гасить экономику Китая, это можно уже сейчас сказать. Но опять же, после того вот этих заявлений НАТО, когда Китай фактически, ну, объявлена, как я говорю, холодная война, то там тоже могут быть нюансы. Условно говоря, можно ли сказать, что то, как мир сейчас справится, основные акторы с войной в Украине, с агрессией, будет зависеть и следующая карта холодной войны? Ну, я считаю, что уже идет Третья мировая война, Украина один из эпизодов. И все равно все идет к столкновению, ну, глобальному столкновению блоков, потому что противоречия накоплены, они могут разрешиться только военным конфликтом. А как раз такая вот очень слабая позиция США как раз вот содействует этому. мы в этом раскладе, на этой карте. Испания 36-го или Польша 39-го? Субъективно. Не, ну, точно не 39-го. Польша, потому что ее все-таки... Польша тогда раздражала всех и Германию, и Россию, потому что это, по сути же, была восстановлена независимость Франции и Британии как буферное государство и при поддержке США. Ну, точно нет, слава Богу, у нас все-таки не с двух сторон. Но похоже ли это на Испанию? Ну, тоже даже не сильно похоже на Испанию, как бы, потому что все-таки в Испании реально была гражданская война и внутреннее противостояние. У нас все-таки прямое столкновение с государством, тут есть четкое понимание, кто против кого, да? И не может быть полутонов. Мы там не знаем, что там какая там идет, что там, кто там не поделил и в чем там проблема. Тут конкретная вещь. Ну, аналогию я не могу сказать. Ну, больше, больше мы выходим, я скажу, выходим, то, что может реализовать Украина, это Франция, Германия, Первая мировая война. Когда Германия еще могла оккупировать Францию, войска были еще по всей Европе, даже обстреливать могли Париж, но довели Германию до такого состояния, что она была вынуждена все-таки убегать назад на территорию Рейха тогда, да, и в результате не получили, что получили. А тут Украина может, когда вот у нас говорят про мирный план, у нас часто заголовки читают, не читают дальше, да? Например, когда Зеленский об этом говорит, ну, читайте же дальше, что он говорит. Он говорит о том, что страны должны собраться и выгнать Россию практически с украинской территории. Согласно логике первого, второго там саммита мира и так далее. То есть тут политика военно-дипломатическим путем. И последняя тональность в современной риторике, да, в том числе и медийной на Западе, там иногда появляются сейчас не переговоры двух воюющих сторон. То есть не Украина жертва нападения России, а вот именно такая. Две стороны воюют между собой за что-то там, да, а мы там типа вот стараемся их разнять, замерить и так далее. Есть ли опасность такого изменения риторики и насколько это изменение для нас негативно? Не, ну это не надо обращать на все эти терминологии. Это международное право, поэтому ну это ну смотри, например войну Израиля против арабских стран всегда называли кризисом. Это то, что и американцы называли кризисом, и тогда Советский Союз называл кризисом и так далее. Поэтому Китай тоже называет кризисом. Почему? Потому что война тоже официально не объявлена. Согласно канону международного права война не объявлена. И поэтому с их точки зору международного права то, что устава ООН это кризис. Поэтому не следует так вот остро реагировать на то, что там стороны приравнивают это. Ну это все такое. История все равно пишет победители. Да, победители и те, кто не боятся, и те, как ты сказал, кто наполнен энергией, кто рьяный, боевой, и кто сначала наносит удар, а потом уже разбирается. Как это Ауслендер написал хорошо, да, у нас за одного погибшего в Тель-Авиве мы уничтожили порт в Кубейде, да, интересно, что мы сделаем после 10 погибших детей на севере. Да, 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 вот так правильно, вот тут Израиль показывает, как мир построен. Спасибо тебе огромное, береги себя и до встречи. Спасибо, до встречи.